ПЕСНЯ Какие замечательные дети пришли к нам на праздник! Нет, какие восхитительные дети пришли к нам на праздник! Нет, какие замечательные! Да ты вообще ничего не понимаешь у детей! Нет, а ты не понимаешь у других детях! Ты даже не знаешь, какая сказка будет сегодня! Знай, а хотите расскажу, а особенно то, что будет в конкурсе! Не вздумай, ты же все испортишь! А я хочу рассказать, а я хочу, и сейчас увидишь! Ну и рассказывай, обо мне зовут! Ну подожди, меня передумала, я придумала! Рассказывай, рассказывай, пока сторож времени не появится! А вы что здесь делаете, красавица? В общем, в каком с вами важно выйти? Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы наконец-то встретились с вами! А вы знаете, какой сегодня праздник? Да! Какой? Рождество! Правильно, Рождество! Две тысячи лет назад родился самый великий человек на Земле! Именно потому, что он родился, мы сегодня встретились с вами! Рождение Бога на Земле, Иисуса Христа, было и остается самым великим событием! И поэтому сейчас, в канун Рождества случаются самые невероятные истории! И сегодня как раз мы с вами увидим историю, которая случилась в канун Рождества! Это история и грустная, и веселая! В ней участвуют мальчик и девочка, принц и принцесса, ворон и ворона! А кроме того, мы с вами побываем в стране льдов вечных! Но сейчас давайте будем очень внимательны! Итак, можно начинать! Играет музыка! Играет музыка! Играет музыка! Играет музыка! Играет музыка! Играет музыка! Варя, а подай мне что-то с двойного ангелочка. Да. Да. А когда он попросил ангела явившейся Марией? А разве Марией проявлялся ангел? Ну ты что? А кто же еще? Я шучу. Я помню, конечно, проявлялся ангел. Нет, уж кидай прочитаем эту историю еще раз. Ну ладно. Вот и все. Смотри, какая нарядная елка у нас получилась. Очень красиво. Чего я сижу, бабушка, на кресле? Нет, кто-то читает, кто-то сидит. Ну ладно, начинай. Слушайте внимательно. Пропускайте каждое слово через ваше маленькое серебречко. В городе Назарете, что находится на севере Израиля, жила девушка по имени Марина. Она была обучена спутником Кузова, происходившим из великого рода царя Великобритания. Однажды Марии явился ангел Гаврию, посланный Богом. Он сказал ему, радуйся, Бог избрал тебя среди всех женщин. Марию охватила смущение Иисусу. Что мог бы не поозначать эти слова? Но ангел успокоил его. Бог благословил тебя родить сына, которому ты наш имя Иисус. Он будет вечно царствовать над Израилем, и называть его буду сыном Божьим. Но Мария не поняла, как же мне родиться сын, если она не замуж. Друг святой сойдет на тебя, потому и назову сына твоего сыном Божьим. Мария же со смирением приняла Богу. Знаешь что, Мария, давай пообещаем друг другу, что что бы ни случилось, никогда не будем оставать друг друга в беде. Давай, обещай. И я. Стой. Что такое? По-моему, кто дойдет. Ты слышишь? Да, слышу. Это наша бабушка. Да? Бабуля, давай, иди скорее сюда. Не надо ее торопить, Никита. Она же у нас старенькая. А мы живем над самой крышей. Слышишь? Уже стучит. А зачем она стучит? Она ведь знает, что мы не забираемся. Может быть, она хочет нас напугать? Давай мы ее напугаем. Давай спрячься. Да, да, да. Это что такое? Бессовестные дети, я вас спрашиваю. Это что за бессмыслица? Что за бессмыслица вас спрашивают? Извините, но мы воспитанные дети. Воспитанные дети. Мы очень-очень воспитанные. Здравствуйте. Нет, вы же спасибо, воспитанные дети. Воспитанные дети себя так не ведут. Они, во-первых, не кричат гав-гав, во-вторых, не кричат мяу-мяу и го-го и тому подобное. И, наконец, не бросаются на незнакомых людей. Но мы ведь думали, что вы наша бабушка. Какая вам еще бабушка? Где розы? Действительно, настоящие розы. Выглядят, как настоящие розы. Пахнут, как настоящие розы. И, наконец, выходят из подобающей почвы. Розы, настоящие. Никита, кто это? Зачем он кромклесок? И мы даем тебе честное слово. Это слово все. Сейчас он начнет летать по комнате, и с него пойдет к ним. Или он превратит тебя в козленку. Пусть только попробуем. Господин, а вы не хотите превратить нас к козлятку? Уйди отсюда, мальчишка! Дети! Бабушка! А где вещи у нас висят? Бабушка! Иди сюда, скорее! Что ж вы там натворили? Подождите, я с мороза сейчас разделась. Так, ну что тут у вас случилось? Здравствуйте, хозяйка! Здравствуйте, господин! Прошу заметить коммерции советник. Присаживайтесь, господин советник. Что вам угодно. Нет уж, спасибо. Я тебе покажу, вы не богаты. Ну, деньгами не богаты, а... Остальное оставьте, остальное все равно. Я узнал, что у вас среди зимы растет от замечательной цветы, эти розы. Я покупаю их. К сожалению, господин, но эти розы не продаются. Мои внучата попросили Иисуса Христа, чтобы эти розы расцвели на Рождество. Они сами ухаживали за ними, понимали. Знаете, они даже пели. И вот произошло чудо. Розы расцвели на Рождество. И этот вкус продавать не едет. Иисус подарил нам это чудо на Рождество. Скажите, а неужели вы так не увидите цветы? Ха! И еще чего? Я их терпеть не могу. Я дарится не вред. Господин советник, но ведь чудеса не продают. Вздор! Я повторяю еще раз вам. Все продается в этом мире. Вот они деньги. Берите, берите. Этого хватит и вам, и вашим гадким детенышам. Это хорошие дети. А розы это наша радость. Хорошенько подумайте. Двести золотых за цветы. Господин, соберите. В мире есть вещи сильнее денег. Нет, нет, не продаются. Тогда вы. Вы знаете кто? Вы глупая старуха. Вот кто вы. Да, да. А вы, вы невоспитанный тип. Вот кто вы. Никита, не смей. Вручите на него, как невоспитанный человек. Да я кто? Да я вам саморожен. А вы не дадим. Ах, так. Ах, так. Ах, я вам отомщу. Я вам, во-первых, страшно отомщу. Во-вторых, скоро отомщу. И в-третьих, сильно отомщу. Да я пойду к самой царице. С рождеством. С рождеством. Стой! Здравствуйте, два мужика. Здравствуйте, дети. Смотрите, какие подарки вам принес. А почему вы такие грустные? Может быть, вас и будет заведом? Да не расстраивайтесь вот так. Что он нам может сделать, если с нами сам Ужас Христос? Посмотрите, как нам весело это на дно. Они хотят сказать нам, что сегодня рождество будет. И все будет хорошо. Но это мы еще посмотрим. Мне не страшно. Советник сказал, что он дойдет до самой царицы. Какой такой царица? Вот за нести меня в дом. Я с мужа, дружба, я тогда посмотрю, я не говорю. А где она живет? Она живет далеко на северике. Ночью на черном облаке. Летает высоко в высоко в дыр. А когда все спят, она погибает по улицам и прятывается в ом. А она не может зайти сюда? Пусть только попробует. Я посажу ее на печь, и она тут же растает. Кто здесь? Простите. Я стучала, но меня никто не слышал. Я напугала вас. Не капельки. Молодец. Ты смелый мальчик. Здравствуйте, госпожа. Присаживайтесь. На что вам больно? Я очень много вас наслышал. Мне мои верные слуги рассказывали все. Вы очень добрые, честные, порядочные, но вас нет один недостаток. Вы очень убегуны. И несмотря на это, высоте же дети будут. И так, я чего-то лучше. Я богатый. Я же царица. И я один. У меня, к сожалению, нет. Пускай будет этот мальчик. Мне пристасы. Отдайте мне. Бабушка, не отдавай меня, пожалуйста. Ну, вы что-то знаете, что-то дети в самом-то деле. Да куда я его отдам? Это мои внуки. Они выросли у меня на руках. Вы знаете, как я плакала, когда он болел. А как я радовалась, когда он выздоравливал. Ну, он, конечно, и нас зашалит, но в основном он меня радует. Нет, нет, мои внуки останутся со мной. Подруга, не видишь? Ведь ты окажешься в моем дворце. Там такая красота. Там столько богатства, сотни верных слуг. Будут повиноваться каждому твоему слову. Ты станешь принцем. Там не будет варьи, не будет бабушки. Нет, я не боюсь вас. Ну что же, мое дело ты можешь. Хорошо, я ухожу. Но на прощание поцелуй. Не хочешь? Не хочу. А я вначале подумала, что ты смелый мальчик. А ты, оказывается, трус. Никита, не надо. Делай этого, Никита. Пусть не думает, что я ее боюсь. Ай, да молодец. Какой ужас, где была она? Царица вечный доктор. Ай, да ладно вам рассказывать сказки. Ты смеешься? Но послушайте на наши розы. Они же завяли. Вы видели. Никита, сегодня же розы тоже так себе рюкут. Наши розы завяли. Смотрите, папушка, как удочка. Иди на той червой. Если ты заревешь, я дерну тебя за голос. Да, дети, вам пора ложиться спать. Вы начинаете капризничать. Бабушка, я хочу вначале узнать, что это не почему-то. Я пойду спать. Какая-то негодяяка, да плачешь. Вы знаете, что у человека, которого поцелуют Зариса вечный доктор, сердце замирает и становится как легкое. И теперь у нашего Никиты ледяное сердце. Ай, переслушай ты, завтра он проснется и будет таким же добрым мальчиком, как и раньше. Вот увидите. Так что и будет. Нет, Зарисовичный доктор, мы меня хотим тебе мать. Судьбу селая, только видит. Мы обязательно его спасем. КОНЕЦ 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 Ах, как же я без него одиночка. А эти места такие безлюдные. Я иду уже целый день, а еще и кого не спрятать. Здравствуйте, мадам. Здравствуйте. Простите, а вы не станете швырять в меня палкой или галкой? Ах, нет, что вы. Позвольте почтить или что-то подарить вас за удивительнейшую мечтивостью. Красиво я говорю? Очень. Это от того, что я вырос в парке Королевского дворца. Я почти придворный ворог, а невеста моя настоящая придворная. А вы не здешняя? Да, я пришла издалека. А если бы вы могли помочь мне найти одного мальчика, его зовут... Никита. А вас зовут Варя. Да, а откуда вам это из-за... А наша родственница-сорока все новости приносит на хвосте. Поэтому мы знаем про вас все. Да, вы знаете где, Никита? Ох, расскажите, расскажите мне, пожалуйста, от чего же вы получите? С-с-с-с-с, тихо. Это уйдет сюда, да? Я узнаю, что у нее были. Моговажаемая Варя, сейчас я познакомлю вас с моей невестой. Здравствуй, Варя. Здравствуй, Варя. Не бойся, я хочу представить тебе эту девочку. Ее зовут Варя. Варя, вот чудеса. У меня для вас, Варя, крайне интересные новости. Никита нашелся. Никита нашелся. Вы знаете, где он? Он живет во дворце. Дочь нашего короля приходит один раз к своему отцу и говорит. Я такая несчастная. Я такая одинокая. Я, наверное, мгновенно скидил. Я подружусь только с тем, кто меня не испугается. Принцесса устроили смотр. Все пугались и молчали, как рыбы. Но один мальчик был такой смелый. Он так умно разговаривал с принцессой. Еще бы! Он такой умный. Он знает и сложение, и вычитание, и деление, и умножение. И вот принцесса выбрала его. И другой дал ему титул принца и подарил ему царство. А вдруг Никита не научит с вами разговаривать? Закончит. Я и как-либо уговорю. Пусть только напишет бабушке, что жизнь и здоров. А как я рада, что не уцарится вечный ребенок. В таком случае вперед! Все, стоп. Давай прям другую. Прям. Отлично. Ты качишься, а я сейчас зам достал. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. А-а-а! Что там, Месси? Ты увидела крысу? Хуже, там девочка, две вороны. Сейчас я посмотрю. Здравствуй, девочка. Как ты попала сюда? Почему ты пряталась от нас? Я попала раньше, но я очень огорчилась. Ну, девочка, рассказывай, что случилось? Ну же, давай поговорим по душам. Ты не думай. Я ведь принц. Я ведь стал принцем только потому, что ничего не боюсь. А так я мальчик, как мальчик. Эх, Эльда, поговори же ты с ней ласково. Любезная, подранная. Зачем ты говоришь по-королевски? Тут все свои. Девочка, миленькая, расскажи нам, что с тобой? А, я так огорчилась, когда узкала, что я помню Никита. Конечно, нет. Меня зовут Клаус. Ты искала Никиту? Значит, ты Варя. Да, но я так огорчилась, что мне Никита. Эх ты. Ну что же это? Что ты думаешь делать дальше, Варя? Ой, пойду и буду снова искать Никиту. Пока не могу. Эльза, мы должны что-нибудь сделать для Варя. В какую сторону сейчас пойдешь? Я пойду на сейгу. Мне так кажется, что Никита находится у царицы вешних людях. Я знаю, как быть. Мы дадим тебе каретку и четверку ворных коней. Ворных? Прекрасно! А ты, Эльза, дашь Варе шумку и рукавички. Вот еще. Королевство нас маленькое. Где я найду еще такую шумку и рукавички? Эльза, да как тебе не стыдно? Ладно, Варя. Так уж и будь. Вот. Держи. Ах, спасибо. Карета подана. Идем. Итак, все идет отлично. Девочка на карете, четверкой ворных коней, сейчас направляется на север. И сейчас ее дорога лежит через лес. А в этом лесу очень-очень много птиц. Давайте прислушаемся и услышим их пение. Я хочу, чтобы вы его услышали. Слышите? Да что это? Это совсем не птицы. А как известно, мы народ горячий. И не бросим нежностей телячьих. Мы любим и зато телячьи души. Любим пить людей. Любим пить людей. Любим пить людей. И пить поглуши. Мы родственники, 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 родственники. И пар, и покойники, покойники, покойники. И пар, и покойники, покойники, покойники. Эй, ты! Меня обманул вас. Можешь забрать девчонку. Нет, нет. Замолчи, здесь за тебя никто не заступится. Атаманша, носи серебочка. Вяжите ее скорее. Нет, нет, милый, родственники. Я добавляю ни одному человеку. Вы себе не представляете, какой он ужасный. Так это же здорово. Вяжи, вяжи. Давай, быстрее. О, здравствуй, датченька. Здравствуй, мать. Как вам будет? Отлично, подстроена. А я забыла золотую горельку. Четверку вороты, конечно. Королевская гонюшня. И девчонку. Девочку. Молодец, мать. Я беру девочку себе. Но-но-но. Я дверь лошадь. Не смей мне говорить, но. Идем, девочка. Не дрожи. Я этого терпеть не могу. И не со строк. Я так обрадовалась. И я тоже. Ах ты, мордашка. Мне надо баловать. Тогда из них вырастают настоящие разбойники. Ничем не могу вам помочь. Вперед, разбойнички. Я протестую. Протестую я. Ты видишь, только одно слово знаешь. Протестую, да протестую. Считай на трех. Если не убрешься, стреляю. Раз, два, три. Видишь, пока мы не поссоримся, тебя никто не тронет. Тебя так зовут? Варик. А меня маленькая расходница. У меня здесь целые звери. Это олени, голуби, собаки. Мой олень умеет прекрасно говорить. Это редкий олень. Северный. Северный? Да, сейчас тебе его покажу. Эй, ты. Иди сюда же. Ну и тише. Ну скажи же, что они тут. Я каждый вечер шить хочу, улучшаю острый нашел. Не надо. Отчего же? Ведь это очень весело. Я хочу его спросить. Скажи мне, олень. Олень. А у нас где находится, только она, вечный мультиролог. А не видел ли ты, когда не помню, калюши начнуты речь. Патья. А не видел, когда встречались. Я прыгал по снежному полю и вижу летит царица. Я сказал ей, здравствуйте. Она ничего не ответила мне. Она разговаривала с мальчиком. У него были санки, их несли птицы. Санки? Это был Никита. Да, так она его называла. Девочка, девочка, отпусти меня. Это мой брат. Я должна его спасти. Пусти. Она сядет ко мне на спину. И я довезу ее до границы страны. Царицы, вечный дом. Там моя родина. Ни слова больше. Я с тобой поехать не могу. А одна здесь не останусь. Спи. Я привожу тебя тройным, секретным, разбойничьим узлом. И не сумма развязаться. Ножа у тебя нет? Нет. Мне очень нравятся твои шутки и варежки. Я их беру себе. Тебе жалко? Нет, не жалко. Что, совсем не жалко? Нет, не жалко. Ты нам, если хочешь, бери. Держи. Первый раз вижу человека, который отдает все так безробно. Мне это не нравится. Я люблю, когда жертва сопротивляется. Плачет, умоляет. А ты какая-то чудная. Ой, не спасла мне жизнь. Ну и что, привычки у меня, как у моей мамашек. Нет, что ты. Ты совсем другая. Ты добрая, хорошая. Добрая? А ты знаешь, что у разбойников это самая обидная кличка. И добрая, и одинокая. Почему ты идешь спасать своего брата? Почему отдаешь мне свою жизнь? Почему называешь меня добрая? Ну я должна так поступать. Ты знаешь, что такое любви? Любить? Не понимаю. Однажды, это было на Рождество, мы с Никитой пообещали, что никогда мы никого не бросим в любви. Рождество? Что, вы так торопились? Нет, что ты. Так же ты не знал, что такое Рождество? Рассказывай. Аминь. Победа, такая же девочка, которая пила. Но меня есть, которая мне всегда во всем помогает. Кто это? Иисус Христос. Он пришел в наш мир, чтобы дамы победила зло, чтобы люди не были одинокими. Он был сыном Бога. Мария была и в комнате. Нам бабушка чат, читала священное писание о Малии. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Рассказывает фи-кrichten. Все. В ночь, когда родился Иисус, на окрестных полях пастухи охраняли свои стада. Вдруг перед ними появился Ангел Божий. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им, не бойтесь, я сообщаю вам о великой радости, которая пришла в мир. В городе Давидовом родился Господь Спаситель, вы найдете его в пеленах, лежащих в язве. Они поспешили в город и вскоре нашли хлеб, где были Мария, Иосиф и Младенец Иисус. Волхвы, которые жили на востоке, увидели на небе звезду, возвещающую о рождении Иисуса, и они тронулись в путь. И звезда вела их, они шли долго, когда, наконец, звезда остановилась над тем местом, где был Иисус. Волхвы вошли в хлеб и упали на колени перед Младенцем Иисусом. И поклонились ему до земли. Потом они понесли ему свои дары. Золото, ладо и смерть. Золото, ладо и смерть. Золото, ладо и смерть. Я беру себе. Они мне очень понравились. На месте они рукавицы моей матушки. Да, спасибо тебе. Возьми. Спасибо. Пальцову меня. Спасибо, до свидания. Прощай. Спасибо. Прощай. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И помогали и люди, и звери, и птицы Но не ей занимать у нас силу Сила ее горячим сердцем Субтитры делал DimaTorzok Куда ты собралась? И что тебе нужно? Я пришла за своим братом Отпусти их Вот еще, и не подумай, уходи отсюда Отпусти, а не то? Не то что? Ты вздумала мне, царицы угрожат? Не поможет тот, кто не помогал все это время Пусть тебе никто не поможет Иисус Что ты делаешь? Не делай этого! Спасибо тебе, Иисус! Никита! Никита, я здесь! Никита! Никита, отзади! Никита! Никита, здесь так много, плохо! Я потерялась! Как вам? До конца Никита! Когда я думаю, что ты умер, я уже не могу Никита! Никита! Стой! Никита, это я, Баля! Ты что, меня забыл? Я никогда и ничего не забываю Никита! Я не побоялась разбойника Я не побоялась сиха и стужи А с тобой меня страшно Я боюсь подойти к тебе Никита, это ты? Я А что ты делаешь? Я должен сложить из этих кубиков на слово вечность И тогда царица подарит мне полмира И пару коньков в придачу Никита! Никита, бедный мой мальчик! Стой! Пошли домой! Хватит тут сидеть! Ты совсем все забыл Забыл о том, что находится за стенами Этого замка Никита, пошли! Без тебя во дворе совсем хуже Помнишь, ты на смесаре Его звали Алешу И там вот его увидел Мальчик из соседнего двора Тот, которого мы прозвали Булгой Помнишь, Никита? Помни Никита! Он взял и толкнул Алешу А Леша маленький, худенький Он упал и расплавился А я сказала, что если бы Никита был дома Он бы за него заступился Правда, Леша? Правда! Никита! А у соседской окошки Блин, котенка Она вон нам Никита! А смех идет А бабушка все стоит до окна И плачет, и тебя ждет Никита, пошли домой Помнишь, прошла Рождество? Рождество? Не помню Помню! Варя! Никита! Что ты здесь делаешь? Варя, почему ты плачешь? Что тебя видела? Никита! Никита, пошли домой Нам здесь холодно! Ничего, ничего! Ты согреешься! Пойдем домой, скорей! Ах, как я сошел! Я нашла! И все! Папушка, пойдем туда! Рождество! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok